Привет, друзья! Сегодня солнечно, ярко, и я сегодня вот здесь, и это набережная города Ла Пас. Это место самое популярное для фотографий. Тут фотографируются все, кто приезжает. Но очень много встретить можно мексиканских семей. Да, и потом можно здесь фотографироваться, я тоже здесь фотографируюсь. Пять букв Ла Пас. Этот яркий городишко, яркий солнечный океан, яркие солнечные люди. Все для хорошего настроения, для путешествий. Здесь очень вкусно, очень интересно, очень красиво. Все, вперед гуляем сегодня по набережной Ла Пас. Я в центре на набережной. Чем она уникальна, эта набережная? Она, во-первых, очень длинная. Во-вторых, она находится на берегу Калифорнийского залива, который связан с океаном очень тесно. А это значит, что этот залив уходит, приходит, уходит, приходит. Ну, в смысле, что бывают приливы и отливы. Вот так. А еще лучше вон там сверху. Именно здесь, в Ла Пасе, можно купить поездку, где вы сможете дотронуться до китовой акулы. Конечно, не до этой, потому что это просто статуя, которая стоит на пляже. Но вживую, я вам скажу, это непередаваемое ощущение. Я недавно плавала с такой громадиной под водой. Оно до меня дотронулось, я щупал ее плавник. Вы представляете? 9 метров. Китовая акула. Непередаваемое ощущение. И вот здесь Ла Пасе фоточку с ней. Щелк. Давайте мне. С героиней моих видосов. Вот так бы. Я не знаю, как допрыгнуть. Там и кокосы есть, они вообще такие высоченные, эти пальмы. Не получается допрыгнуть. Ладно, тогда я дойду до вот той же мчужины. Это тоже символ Ла Паса. Кстати, такую же мчужину я нашел в море. Привет! Привет! Вот такая же мчужинка. Классная, да? Эй, друзья, я вот тут заезд на памятник. Но вам так делать нельзя. Вы посмотрите, какую статую я нашел. Это Жак Ив Кусто. А почему здесь в Ла Пасе его памятник? Потому что именно он занимался всей-всей живностью подводной. Ну, вы же знаете, что он исследовал подводный мир. Так вот, в этом регионе, в Южной Нижней Калифорнии, в этом заливе, в котором я путешествовал, именно Жак Ив Кусто открывал всевозможные виды рыб, подводных жителей. Он исследовал все, написал много работ, снял фильмы. И ему, конечно же, очень благодарны, потому что он сделал такой большой научный труд. Спасибо тебе, дружище! И вот так, гуляя по набережной Ла Паса, ты видишь настоящий мексиканский, океанский, мексиканско-калифорнийский отлив. Вода ушла. Смотрите, обычно здесь вода. Вот здесь везде плещется море. Но сейчас оно ушло. Здесь, на набережной, это выглядит очень интересно. Потому что, смотрите, гуляют люди, вокруг пальмы. Ну, конечно же, здесь должна быть водичка. А водичка ушла. А вон там, далеке, видите, даже машина приехала на то место, где раньше была вода. Сюда заехала машина. Рыбаки дотолкали лодку. Они просто ее дотолкали. И все, и выгружают туда рыбу. Ну, смотрите, а люди гуляют по этому отливу. Собирают ракушки. Видите? Выходят сюда. Здесь всегда водичка. Но она будет попозже. И вон, видите, видите, машина загрузилась рыбкой и поехала по берегу. Вернее, она поехала практически по морю. Поэтому сказать, что машины не ездят по морю нельзя. Вы сами видели только что, что ездили. Но это можно только в отлив. Возвращается вода. Начинается прилив. И цапли тоже идут на бережок. Потому что сейчас будет глубоко. Посмотрите, какие классные штуки. Класс. Клево. Как будто бы я макароны из пальмы ем. Друзья, я вам столько рассказывала про кактусы. И вот я попал в место, где очень много пальм. Вы только посмотрите, какие они. Во-первых, они очень красивые. Зеленые листья на них. Смотрите, они колышутся на ветру. Ты как будто бы попадаешь в занавесочки такие. Опа, привет. А также здесь можно играть в пиратов. Да-да-да. Мне подсказали, что здесь из пальмы можно сделать зубатый меч. И драться им с пиратами. Потому что вы посмотрите, какие эти листья зубастые. Колючие. Острые. Вот так вот классно можно путешествовать и узнавать все-все. Про этот мир. Про отливы, приливы, закаты, рассветы. Про птиц, рыб, китов. Про все-все. Так что будьте со мной. Крэйзи Маус Пик всегда на связи. Всегда с лучшими путешествиями и приключениями.